Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Говорит, покажи жизнь, говорит, хоть. Христос воскрес. Я тут на табуретке один. Ну, сейчас вроде бы у меня, попьев, не как ногами буквы-то стоят, я и то доволен. Номер 151. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 10 мая 2016 года. Показываю краткая маршрутка тем, кому разрешено приехать на крещение. Это же самое касается и на день деревни. Вот он будет через сколько? Сегодня у нас уже среда, в это воскресенье. 11-15 будет. Вот вчера за день было что? Я у батюшки попросил благословения. Отнести пригласительную тем, кто помогал. А может быть даже не очень сильно помогал, но такое было. Вчера интересные у меня события были. Я это отпечатал. Такую вот папочку взял, твердую. Ну и попросил Сергея Пупкова приехать за мной. И повез он меня по городу, к кому? Ну, губернатору Карлин Александру Богдановичу. Ну и по порядку. Занесил ФСБ, генералу, прокуратуру, прокурору края. Все это повез он меня везет. Я везде оставляю. И заснимали, снимали там все. Дальше начальник УВД, края Алтайского края. Земельный комитет. Долго пришлось искать. Меня это где-то еще неизвестно. В теле руки передали. Земельный комитет, от которого зависело, какая земля будет. И в редакцию, в несколько разных, ну, краевая газета, конечно, Алтайская правда везде, составил вот такой документ. Видите, как? Не приблизить нельзя ничего. Вот, приглашение. Деревенская община, поселка Потеряевка. Здесь крест. Здесь поставила печать общественная организация. Даже тут, не знаю, еще тут написано-то. Зарегистрировано управлением юстиции, администрации Алтайского края. 1 декабря 1995 года, под номером 622-658-551, Алтайский край, Мамовский район, поселок Потеряевка. Деревенская община и приглашение. Вот я прочитаю. Не всем, может быть, сразу-то и понятно будет, что-то. Уважаемый губернатор Алтайского края. Дальше я ему пишу. И, одновременно, начальнику ФСБ, не знаю, как его назвать, было управляющее, ФСБ, то есть КГБ Алтайского края. Приглашаем вас на торжество в честь памятной даты 25-летия от возрождения поселка Потеряевка. Начало торжества состоится после Божественной Литургии и Благодарственного Молебна. В воскресенье в 10 часов утра, 15 мая 2016 года. Поселок Потеряевка был основан в 1818 году. В 1926 году в поселке Потеряевка Ермачехинской волости Каменского уезда Алтайской губернии было 81 хозяйство. Это уже при советской власти. 176 душ мужского пола, 169 женского. Село Корчино основывало в 1825 году, которое наши земли потом забрало. В 1963 году, когда в Потеряевке проживало около 200 человек, был составлен проект и чертежи поселка из расчета на 700 человек. В 1970 году должно было. Но в 1972 году поселок исчез, уехал последний житель. Программа была такая. Отрезали электричество, закрывали школу, ну и народ разъезжался, умышленно это губили. 21 тысячу сел погубили. Разрушение государства. Притом без восстановления. Нельзя было обратно вернуться, ничего. 14 мая 1991 года в протеерея отец Аким Лапкин приехал для восстановления Потеряевки. И поставил первую палатку. Вот, а следующий, кажется, день Виталий Устинов приехал. 23 марта 1992 года, за номером 47, поселок Потеряевка получил вновь статус поселка. Не табличку на дорогу, пас, статус. За подписью Сурикова Александра Александровича, теперь он посол в Белоруссии, будущий губернатор он был. И принято решение о его восстановлении и Краевым Советом Депутатов. Восстановление. Восстановление поселка на христианских заповедях и на православных, старинных, русских, благочестивых обычаях. 21 июля 1995 года, зарегистрировано по номерам 117, управление мистец Алтайского края, православная община, в честь священномученика Анфима Никомедийского. Поселок Потеряевка престольный праздник, 16 сентября по новому стилю. Вот, а то 302 году он был казнен. Детский трудовой лагерь православный, в честь священного климента, мученика Анкирского, 312 году, 5 февраля. Это по новому стилю все, по новому. Действующий уже 44 года. О лагере снято три государственных документальных фильмах, занявших первое место в России, Златоустов-Потеряевке. И главный приз на международном киноконкурсе «Причувствие» Свердловской киностудии, ну как пододел у них Красноярский филиал. Ныне в поселке Потеряевка действует церковь, детский лагерь Станшкола, в Пельшевский пункт, подведен электрический свет, телефон. Быть ли поселку, это зависит от милости Божией, нашего послушания Божьим заповедям, от благоразумия власть придержащих России, края, района, Сесовета. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Ну и Псалом 126.1. Настоятель в протеерея Аким Лапкин, телефон. 8-961-232-40-12. И староста поселка Потеряевка, Барабаш, Игорь Александрович. 8-905-924-96-98. Телефон Потеряевки. 8-385-13. Код. И там 29-381. Телефон в Барнауле. 3-85-2. Это код. И мой, вот он рядом, 24-38-46. И мой телефон. 8-961-230-70-60. Условия поселенца. Не лгать, не пить спиртное, не курить, не сквернословить, не воровать. 5 качеств. Ну и дальше. Трасса Барнаул-Мамонтово. Указатель 73-й километр у села Подстепного. И вправо проселком 16 километров. Через железную дорогу переехать. Сразу влево вдоль железной дороги. И там одна дорога. Вы наши помощники. Раз подпись поставил. Ну 10-го. Это вчера было. И вот меня Сергей Павлович Купков провез. И я везде раздал. Самое интересное. Пойду еще один раз. Это ФСБ. Меня Сергей задержал. Потому что он сразу машину тут не приехал. И там уже не рабочее время-то. И никак в руки никому не... Кабинеты пустые внизу. Которые там отвечают. Через дверь не показывается. То есть, видимо, опасная обстановка-то. Положите там. А там вы заходите в штамбу. Говорят, да что я ради такой документ буду. Положите там почтовый ящик. Он надо свернуть там. А перегнуть? Нет. Я пойду еще. То есть тех, кто нам как-то помогал. Помогал. За что и ФСБ помогало. Большая помощь, что они нас не убивали. Это уже помощь. Тогда прям батюшка и говорил. Первому секретарю. Тогда он райкома партии. Просьба одна. Помогите нам. Какая? Не мешайте нам. У нас хватит всего и талантов, и силы. Все. Ну и дальше. Краткая маршрутка. Вот как ехать. Без разрешения нельзя. Просчитали дальше. Опять. Я быстро буду вести. Вы сами тормозите. Ну и просчитаете дальше. Здесь все сказано. Вот мой телефон. Вот. Лучше по стационару. Потому что телефону можно говорить не более двух минут. И не больше, чем пять раз в день. Это вредно для мозгов. Ну дальше телефону отдаю. Сколько здесь батюшкин? Мой раз. Да тем более моих два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть адресов. И кроме того скайп даю. Уже седьмое. Это тоже важное соединение. Да еще по моему миру. В почте. Ну десяток набирается. Крещение будет 10 июля. Не июня. 10 июня заезд в детский лагерь. Это июля. Все. Вот это как бы объявление дается. Почему? Мы просто так не разрешаем приезжать. Но тут решили сделать как бы открытые двери. Именно в этот день приезжать. Без всяких ночевок. А если кто-то издалека, там уже можно заранее со мной созвонитесь. По телефону. А лучше всего здесь. И по скайпу. Константин Королёв пишет. Человек из Канады. Ребенка в наш детский лагерь виси. Игнатий Тихонович, еще раз спасибо вам за гостеприимство. Я купил билет и буду сыном в Барнауле. Почему-то два раза слово сыном, видимо. Не проверил я. Но это не я пишу. 30 июня в 6.30 утра. Обратно вылет у меня 3 июля в 11.30 утра. Я все это говорю. Скажут, не надо открывать. Какая тайна этого там? За это время им нужно добраться до лагеря, оформить сына в лагерь и уехать обратно в Барнаул. Ну, что-то буква, я тоже уберу ее. Я посмотрел поезда до Корщина. Это от нас станция километров около 18 и 20. Все пребывают поздно вечером. Есть ли возможность заплатить вам или вашему водителю за доставку из Барнаула? За доставку из Барнаула 30 июня. Я посмотрел, как будто бы это падает. Как раз тут батюшка сделал вот такой календарь. Ой! Все 25 лет возрождения потеряем. Ну, если бы ребята были, они сейчас приблизили, было бы видно, как стоят. Да, 30 июня. 30 июня. Это в четверг. А тут надо будет звонить. Это не так. Я думал, во вторник это молочники едут продавать в город, когда можно было захватить. Ну, я отвечаю на это. Посмотрел, да. Еще один вопрос. Водитель за доставку. Из Барнаула. Вот из Барнаула там попадают во вторник. Проще. Еще один вопрос. Поедет ли машина из лагеря в Барнаул 2 августа? Я хотел бы запланировать, как нам добраться из лагеря в Барнаул. Но идет машина в этот день. Не одна. Если нет возможности добраться на вашей машине, я буду искать другие возможности. К сожалению, через интернет пока я не смог понять, как можно добраться в Потеряевку в первой половине дня. В первой половине дня нет у нас этого. Поезда и автобусы идут после обеда. И самое главное, не доезжают до лагеря, а только до Корчино. До лагеря-то, значит, до Потеряевки. Про лагерь-то там... Буду благодарен, если подскажете спасибо. Я им отвечаю. От вас вот это. Буду с сыном такой-то. Проясните, где будете? На вокзале, на железнодорожном или где? Или в аэропорту. И 5.30 это по местному или по Москве? Видите, надо уточнить. А обратно на поезде или опять же на самолете? И по местному или по Москве в 11 утра? 2 августа, это вторник, день молочников. Потеряевки в этот день обычно едут в Барнаул сбывать продукты молочные. Так что нужно будет созвониться, где вас в городе Барнауле искать. Или вы хотите за сыном прямо в наш лагерь в Стан приехать. Когда будете в Барнауле, то вот телефоны местные некоторые, чтобы вас тут могли встретить, обиходить, накормить и дать отдых. Ну я два телефона даю, а дальше поясняю. Вот. Это Барнаульский адрес. Даю на случай, если мобильник ваш не будет работать. То прямо на вокзале или еще где можете зайти в администрацию по местному телефону, попросить разрешение набрать этот номер и дать о себе знать, обрисовав себя тем, кому звонить будете и где вас найти. На выходе ежедневно-дорожного вокзала или еще где. Если будете уже в Барнауле, то до Потеряевки проще всего так добираться. Созвониться с нами, со мной ли. Узнать, есть ли наши машины в городе. Специально послать в Барнаул это нам невозможно. Из железнодорожного вокзала идет один поезд в сутки в сторону Кулунды. То есть потерять кинотрассу и выехать там 20 километров. Но билет брать только до разъезда. Под Степный. Он от нас за 4 километра. Приходит он к нам в первом часу ночи. Там степь. Нет ни одного строения. Если же идти по ходу поезда, то километра через 2 справа будет видна деревня. От железной дороги напрямую 2 километра. Это на случай, если что-то случится иное. То есть иди прямо за поездом, как шел. И там через 2 километра видно деревню будет. Она вдруг из-за околки открывается, околки. Чтобы можно было иметь и такую надежду. Самому дойти с разъезда до Потеряевки. Ночью при луне за околком березовым. Вот я тут как раз и показываю. Но если мы уже созвонились и вы сообщили, что билет уже взяли, то встреча будет возможна при любой погоде. Из Барнаула отходит вот этот поезд. 613-й в 21.50 местного. Билет брать до разъезда под Степный. Он от нас за 4 километра всего. Заранее созвониться, чтобы встретили. Приходит поезд уже в первом часу ночи. Еще раз даю телефоны. Их себе сделайте в трех экземплярах и в разные карманы. Это будет вам очень нужно. Ну, батюшкин все это. И даю телефон еще семи братьев барнаульских, у которых есть свои машины. Ну, я ему просто отдельно уже послал. Телефоны. 7. Ну, тут можно будет договориться. Если заплатить, кто-то может поехать. То есть варианты-варианты все возможны. Юрий Соболев. Христос воскрес. Мир вам, Игнатий Тихонович. Очень приятно слышать чтение писем вашим голосом. Интонация, тембр. Словно подстройка под характер человека, написавшего вам то или иное письмо. Ну да. Слышится как бы автор сам. Как бы, видимо, без знаков. Повторюсь еще раз, что это большой артистический талант в хорошем смысле этого определения. С утра рассуждаю, переосмысляя свои ответы на занятиях, на вопросы слушателей. А как бы я отвечал на них, если бы перед этим не соприкоснулся с вашим методом и вашими трудами. Даже представить трудно. Ибо видится, что, наверное, все было бы мимо, мимо Слова Божия. И сейчас-то крепок больше задним умом. Но, по крайней мере, в ответы в соответствии с моими знаниями священописания и отцов. Отцов с большой буквы это не годится. Это я переправлю. И если не знаю, посмотрю, отвечу в следующий раз. Для многих новых слушателей такие ответы аж до нетерпимости, кажется, доводят. Но в конце занятия, на следующий день, через неделю говорят или пишут. Я был не прав, не права. Старый и лукавый мой обычай препятствиям бывает. Выдержку. Только и восславишь Бога. И не потому, что надмиваешься, а от изумления всякий раз. Как же действует Слово Божие? Чудо Божие. Иначе, как сказать, поклон вам и благодарность, Игнатий Тихонович. Вы приспанно в моей молитве. Слава Христу. Тут такое дело. Когда я сидел в музах, это интересно. Я встречаюсь потом с людьми, узнаю. У них как-то это так. Ну, гуру я. Загипнотизировал всех. Директора сидят, преподаватель второй группы космонавтов. Ну, всех загипнотизировал, как они говорят. И вот его опять директором ставят. После него все развалилось. Главное, рыбак. Север Владимир Митрофанович. Село Мамонтово. Это мне рассказывает уже Нина Ивановна, его жена. Это живые. Она жива еще. И вот он не хочет директором быть. А потом и говорит жене. Вот сейчас бы Игнатий Тихонович еще мне сказал. Идти или не идти? Он бы сказал, иди. Предприятие развалилось. Надо его поднимать. Вот если бы все так делали, у нас страна была бы другая. И вот он... А потом приходит с работы и говорит. Вот такая обстановка там на работе. А я им говорю. Рассказывает, как он сидел со мной в камере. Представьте, директор. Он шел за паровозом, за главного, когда первых секретарей там судили. Кого только не наловили тогда было. Вот Аксенов, первый секретарь крайкома партии, внезапно умер. Ну и из сейфа достали все эти материалы, там и начали шерстить их. И она говорит. Он обращается к рабочим и говорит. Я сидел с таким-то человеком. И вот я бы... Меня всегда интересует. Как бы он поступил в этой ситуации? Вот вы говорите, надо это делать. Вот мне надо подумать, припомнить, что он говорил. Там в камере сидели, видите. Проходят годы. И у людей это все остается. Вот ими псевдоправославные, псевдоп... Вас-то кто вспомнит, которые нападаете? Это вы же нигде и не были, ничего не видели, кроме дымящих, чадящих, поганых этих свечек невосковых. Да и бабок-то только видите, больше никого не видите. И вот дальше. Был ролик, женитьба подождет пока. Так вот зарядите, посмотрите. Там с одним парнем я беседую в лагере. Вот. Сергей Любин. Да, хорошо парня отчитал. И парень такой хороший. Не глупый. Бог в помощь, Игнатий Тихонович. И дальше пишет. Это мусульманка одета-то, видите. Раббани ТВ. Спасибо. Очень поучительно. Долгий лета вам, отец. Это Самира Тагиева из города Баку. Она везде учитель. Отец. Она с большой буквы. Я переменяю тут даже. Теперь я наказы даю. Смотрите, как у нас жизнь налаживается. Домик Татьяны Новиковой теперь мой. Потеряевки. То есть я перекупил для людей его. Чтобы он не стоял. Вот сейчас приезжает один. Строится. А жить негде. Ему домик, пожалуйста. Насколько? Пока построишься. Ну, скорится. В течение года. Вот. Если смотреть прямо из ограды между вторым домиком и баней, то там за сеткой есть малина. Теперь она наша. Нужно очень аккуратно выкопать как можно больше. И пересадить в последний ряд на нашем огородчике в лагере. А то там выкопать поглубже с корнями и туда посадить эту. У нее большие ягоды. Если сделать, сделать, чтобы там была солидная траншейка. Чтобы туда можно было потом сверху чернозем подложить и поливать обильно. Это сделать сразу же, пока солнце не печет сильно. И про березки не забыть. Попросите, видите, напилить побольше. Класс 100 штук. Заезд из деревни. Где на лестницу брали. И Виталию покажите, как шкурить. И толстые берите, потому что батюшка говорил, что вроде бы не шкуреную жердь выставили, а она уже бобрами перегрызена. Нужно шкурить и промазать нашей замазкой, как и доски, чтобы эти зверьки не трогали наши жерди. Распоры. Нужно ли еще покупать тут саженцев, облепихи и смородины породистая. А один корешок стоит почти 500 рублей. Часть малины и другие редки посадите, а то наша выродилась уже. Собираемся с Андреем Головач. У него обе ведущие оси. В пятницу после обеда выезжать с Сергеем Пупковым. Прут очищается от деревьев. Это заголовок. Вся деревня в труде. Готовится к паводку. Снимает Устина Евангелина. Вот как. Обязательно посмотрите. Вся деревня в труде. Зарядите на нашем Ютубе. Да-то я думаю в мировом Ютубе там можно найти. Потеряевка. Вода. Пруды. Промывы. Снимает и комментирует. Барабаш Елена. Обязательно посмотрите. Обязательно. На нашем Ютубе. В видеоканале. Ну вот я могу даже показать, где. Вот это наш видеоканал. Вот он где. Ну и здесь уже тогда тут прям рядом оно где-то. Так найдете. Вот. Отвлекся я немножко. Юрий Соболев. Благодарю за видеоссылки, Игнатий Тихонович. Завтра, Бог даст, у вас выйдет 150 выпуск. Да. Событий. Почему-то задумал, когда вышло их уже несколько десятков, что этих выпусков должно быть не меньше 150. Как псалмов. Эти как. Не знаю, почему так решил. Да, вероятно, это ничего и не значит. Но все-таки полтораса выпусков ежедневных, а не 15. Я отвечаю. Теперь меня даже убеждают, что это никакие вовсе не пенсионеры Колесникова Николаяна дали такое предложение, чтобы обозрение делать за каждый прошедший день. Дескать, это наши лютые недруги. Нас так подловить хотели, чтобы вызнавать от нас самих из первых рук о нас. И на этом придумать новые пакости обвинения и обличения. Сегодня один такой сквернавист залез, как он поносит все ужасно. Но я думаю, это Саварбек, видимо. И да и эти, которые нападали-то, я их называю, кодлы. Тут ничего не сделаешь. Да-да. Если и так, то смотри, что получилось-то, даже если так. Иеремия, 15.19. На сей так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. Если излечешь драгоценно изничтожного, то будешь как мою уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Я им ни одного вопроса никому никогда не задаю. Никакой веры, ничего. Я из содержания уже вижу, кто они такие. Я не задаю вопросы. Златоуз говорит, научитесь не задавать вопросы. Задают вопросы люди, которые не знают. Это один вопрос. Мне сильно это нравится. Сделай, как мои уста. Интересно. Когда Моисей стал отговариваться, что он косноязычный, заика, видимо, был. А он говорит, а брат, брат Маарон будет для тебя Богом. Как Богом? А потом Богом. Вообще, ой-ой-ой. Ну и Моисей пошел. Вот любимый Сбержевска. Это польская, видимо, фамилия. Что изменится, если я выйду из Пятидесятничества и начну выстаивать, видимо, службы. Выстаивать. Я, ну, правильно, наверное, но я не буду переправлять, а то, может, не это. На днях пошел в церковь православную, пошла или пошел, что встретиться с батюшкой. В ответ услышал, на этой неделе у священника важная служба. Подойдите на следующей неделе после поста. Я не почувствовал, видимо, это на нее вот эта вот страничка так. Не почувствовал, что я пришел в семью, что здесь есть пастырь. Ну, что я могу сделать? Ну, может быть, и так. Ну, так с первого, как сказать-то? Я не могу послать людей в такую церковь. Я хотел, чтобы священник разрешил нам, нам, евангелисты. Кому нам, кто евангелисты? Евангелистов только четыре. Матфей, Марк, Лукоян. Так себя никто не мог называть. Даже Павел себя не называет. Присылать людей к нему. Но они ему не нужны, священнику. Мы молимся, плачем, чтобы Бог спасал. А когда Бог кого-то спасает, хотим им надежные руки передать. А здесь, найдите, я еще могу сказать, что прав, правильно рассуждает. Простите за все, что возможно, недостаточно точно. Сейчас, ну, если понимать, что это пишет нерусский человек, то вообще-то здорово. Сейчас, а то у нас так и говорит разговорный язык. Считаю комментарии к Новому Завету. И вижу, что и вы вызываете на себе огонь братьев по вере. Ну, правильно. Предисловие, как книги Новый Завет. Я сейчас его даже не могу сказать, как вот минутку, даже отвлекусь немножко, показать. Вот, это опять же. Ох, что ты будешь делать? Сейчас я покажу наши книги, где вот как найти. Тут можно найти, все, книги наши. Вот, Новый Завет. В трех томах. Вот первый. Вот предисловие. Ася, предисловие. А-а-а. Мне не предисловие надо, он говорит о другом. Не о предисловии. Ну-ка, давайте посмотрим дальше, как ее искать. Новый Завет. Вот. В Ворде. А это проверенное. Новый Завет. Вот. Вот он, Новый Завет. В пейджмейкере. Как выглядит в книге. А там переведено в Ворд. Вот оно как открывается. Это программа особая такая, пейджмейкерская. Я пришел как-то, принес в краевую администрацию. А у них никого нету, так и не могли мои книги скрыть. Вот так. А потом я принес уже дарил. Во. Вот оно как выглядит. Это уже книга. Книга 1, 2010 год. Новый Завет. Ага. Сейчас мы узнаем, что такое. По благословению Преосвященного Евтихия. Епископа Ишимского и Сибирского. Вот. Считателям предлагается первая книга трехтомного толкования Нового Завета. Составленная блаженным Феофилактом в 11 веке. На основании творения Иоанна Златоуста и иных святых отцов Православной Церкви, живших ранее. Читая эту книгу, вы обнаружите, что блаженный Феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания. И обязательности проповеди для всех христиан и пастырей и мирян. Так что, если бы не указывать автора этой книги, блаженного Феофилакта, благочестивые православные наверняка бы заявили, что это пишет Баптист или другой сектант. В связи с этим, к словам о Библии и проповеди добавлены комментарии 297 комментариев на три тома, это я составлял. В связи с этим, к словам о Библии и проповеди добавлены комментарии о современном положении Православной Церкви и уклонении ее от святоотеческого пути. Приводится также толкование на откровение Иоанна Богослова, составленное протеереем Геннадием Фастом в 1980-х годах на основе всех известных святоотеческих трудов с учетом опровержения многочисленных сектантских толкований. Все тексты Священного Писания даются только на русском языке. Тексты Нового Завета расставлены в соответствии с современной традицией разделения на стихи с указанием их нумерации. Вот такое, это как назвать, предисловие или что-то? Ну, дальше книга первая, так пойдет, я закрываю. Ну, правильно, оно про это говорит. Вот. Ну, и снова мы возвращаемся сюда. Да. Считай комментарий к Новому Завету, значит. Ну, вызывай огонь на себя, правильно. А по поводу иконы. Это икона, что по учению апостолов, как мне ее почитать? Ну, какая икона? Ну, даже можно посмотреть, какая икона. Да не видно, наверное, будет ее. Вот здесь вот показывает икону Христофора. Вот он стоит у него, собачья голова. Ну, видно, не видно там, тут я не могу увеличить. Вот он стоит. Он про это спрашивает. Как он ее почитать-то? Ну, так вот. А по поводу иконы, это икона по учению апостолов? Так. Игнатий, я отвечаю, писать тут много не могу. Это уже более ранние были. Накопите вопрос, и тогда по скайпу поговорим. Опять пишет. Хорошо. Это мужчина, значит, на ее. Мир вам. Ваше мнение по данному свидетельству. Почему Христос поднял женщину? Я там не мог вскрыть, он послал какое-то. Почему творил чудеса? Почему давал спасение в церкви без священства? По вашему пониманию, священство. Так апостолы священства-то первое и было, и Христос сам первый священник-то. Дальше будут епископы, а от них священники. Практически переживали полноту Евангелия, а мы только теоретики. Наверное, теоретики имел сказать-то. Благодати вам. Я, как и договорились, договаривались, вопрос готовлю. Как только соберу, все дам вам знать. Вот понятно. Вот я сейчас показываю, что у нас тут есть. Вот первое, что у нас есть. Вот это сегодня я поставил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять роликов сегодня я поставил с утра и вечером два стихотворения. Двенадцать роликов за день. Как? Не худо? И все интересные. Вот. Вот он какой у нас. Видите? Вот это что там было. И все там с этого, с Ютуба переносится сюда. Но хочу сказать, вот некоторые ставили ответы по Библии. Их открываешь, у нас заранее были начитанные. Заранее проповеди, не проповеди, а занятия в Потеряевке, 123. Ну а новые-то есть, и их отодвигают дальше. И когда с них я замки сейчас снимаю, а они там и здесь не видны. И кто это знает, то смотрите. Вот сейчас 29-й ответ книги. Ответы по Библии. Вот. Ответы. Вот они где. Ну и так-так, везде страдания мучеников. Это можно даже посмотреть. Видимо, тут еще больше за это время было. Вот сейчас обновится и покажет. Вот. 150-й. Вот, наконец, от 150-й откроется. Сейчас он откроется. Сдавайте вопросы. Тут с Матюшиным разговор. И Англатаусы беседа. А вот 48-е занятие в Потеряевке. Вот они. Их перенесли. Ищите они здесь, на моем мире. А там они далеко. Вы просто записываете и дальше ищите, перелистываете страницы. Найдете. То есть я снимаю с них замки, и они здесь не появляются сразу. Вот здесь вот. Вот я открыл сегодня. А их здесь и нету. Нету. Вот оно где. Есть другие. Но тут, вот если нажать слово «главный», вот здесь вот «главный», вот «главный», то откроется житие святых. Вот оно, житие святых. Каждый день выставляется новое житие святых. Ну вот, если кто-то знает, вот и разная тут тематика. Дальше внизу еще идет. Еще, еще. И дальше будет прямо по житиям святых. Я вот по житиям святых сейчас и просчитаю, сколько уже их выставили. Они были мной насчитаны. 1173 жития. Вот. Жития святых на каждый день. Race of the Sands. Игнатий Лапкин, православный проповедник, миссионер. 223 уже отдельно выставлено. Они обрабатываются. Там начитано, а здесь видео делаются. 7760 просмотров. Обновлен сегодня. Самый большой сборник видео «Жития святых» святителя Дмитрия Ростовского. Можно смотреть и слушать полезно и взрослым, и детям. Жития расположены в хронологии по дате. Ну вот так вот. Теперь я опять отхожу сюда. Это вот наш личное сообщение. Наш православный форум. Очень большой форум. Очень большой. 1593, кажется, этих темы. И вот последние вопросы были. Я их не знаю даже, озвучил или нет. Видите, какое здесь. Продерну и посмотрю. Ну дальше ничего не было. Значит, за день не выходили сюда. Почему не выходит, не знаю. Вот. Но это наш YouTube. Очень большой видеоканал. Заряжайте, смотрите. Мы готовим. Много еще будет роликов. Их сейчас уже 4600 с лишним. Вот сейчас пока говорили, кто-то заходит. Вот я вскрываю его. Бартош Заглоба. Комментарий вашему. Какой комментарий? Вопросы, события. 150. Вот. Еще он пишет. Сейчас я открою его. Посмотрите. Вот без всякой проверки. Прям на ходу сейчас вот он открывается. Я посмотрю, еще он тут говорит. На этот. А то вчерашний был. Вот он идет. И открывается. Ну еще. Что-то такое. Неправильно. Я сказал вроде. Меня подправляют. Кажется им неправильно. Ну а что сказать неправильно? Нет. Не открывается. Крутит на одном месте почему-то. Не открывает. И здесь написано, что добавил комментарий. Вообще-то поп этот сейчас в дурке под прещениями от антименщиков был к тому. Антименщиков. Ну это про священника вчера говорил. С Украины поставили. Как он выкопал свою матушку по подью. И принес в храм. И ее там целуют. И в губы. Теперь проверка сан-макистенцией. Показывает полиция. Уже закрутила ему руки. И попа поволокли. Ну вот видите. Один отзыв. Ну что. Тому попу может это не понравится, что он дуркует. Ну. Я тоже так думаю в дурке. Так он понимает. Ну и. Как всегда. Во свете Библии. Во свете Библии. Это наш сайт. Православный библейский сайт. Здесь все мои книги. 4100 до 4 вопроса ответа. Много видео. Открыто все. Звук и видео. Все здесь найдете. Милости просим. Ну вот на сегодня как будто в основном все. День прошел вчерашний. Как же тут остановить-то это все. Правильно-неправильно тут идет. Как же как? Продолжение следует...